Алексей, надо против нас. Как весь тот сезон. Шармин, а против ставки вы выиграете? Да, весь тот сезон вы ставили против нас, мы выиграли. Продолжайте в том же духе. Зачем нас поставили? А я угадал три, что забьет Олси. Ну, это не надо угадывать. Надо угадывать, потому что мы забьем пять. Привет. Если честно, я думал, что мой прогноз на матч Чайка-Омские ястребы никто не заметит. Планировал, что команды закончат встречу со счетом 5-3 в пользу нижегородцев. Ошибся, но теперь я понимаю, как все работает на самом деле. Чемпионат МХЛ стартовал. Но до этого команды определяли капитана, планировали, каких хоккеистов будут использовать и ставили задачи на сезон. Сезон в КХЛ стартовал с дебюта нескольких ребят, которые еще могут выступать в молодежной лиге. Правда, некоторые ушли разочарованными, но думаю не сильно об этом в конце программы. Ответим, что армеец Янченко и, например, Егор Римашевский из Динамо уже набрали первые очки. Теперь-то мы знаем, что Ирпис начал сезон неудачно, но за несколько дней до начала турнира прошла пресс-конференция главного тренера Вячеслава Касаткина, на которой он рассказал о трудном выборе капитана. Перед началом чемпионата мы сделаем тайное голосование, ребята сами выберут. Мы предложим претендентов, кого мы видим в роли капитана, ассистентов. Выслушаем предложение ребят, кого они хотят видеть капитаном. Может быть мы этого, ну, не знаем, может быть у них кто-то там лидерство проявляет где-нибудь там на базе, в столовой, я не знаю, в раздевалке, пока нас нету. В итоге выбрали Раили Газизова. Интересно, что в первой встрече он не сыграл. Поставили задачу на сезон и в Ладье. Там, впрочем, и без пресс-конференции все понятно было. Взрослая команда, где очень неплохие ребята. То, что команда много лет не попадала в плей-офф, для татлянинского хоккей, я считаю, что это действительно недостойно было. Основная задача, наверное, самая такая, то, что у нас в первой команде, так же, как, ну, ребята говорят, пошумим. Так, я думаю, здесь в Ладье то же самое. Одного мало бы, то, что попадает в плей-офф. Надо попасть, а там пошумим. Смешно получилось в команде Красноярской Рыси. Там довольно скромные цели на сезон. Выступить лучше, чем в прошлом чемпионате. Но сразу после общения с журналистами из команды очистили трех человек. Впрочем, красноярцы сезон начали с победы. В Магнитогорске подсчитывали игроков, которые могут усилить молодежку в случае чего. Выходило неплохо. Там у нас, по-моему, два человека, которые могут играть, а три еще зима, да? Да. Жуков, Зимин. Жуков, Зимин и Грасс. И Смолин еще, да. Мы бы хотели, конечно, чтобы и молодежная команда у нас сыграла. Помочь им хотелось бы. Ребятам тоже, наверное, надо играть более со взрослым. В Джук сейчас там тренера очень сильно довольны. Один из лучших защитников. Они прямо в восторге от него. Между прочим, пообещали, что могут спустить и Юрова с Канцеровым. Вот они обрадуются. Были и громкие обмены. Артема Губенника отправили в Спартак из Амурских Тигров. Парню польстить то, что частью сделки стал Александр Хохлачев. Александр Филиппов из системы Салавата Юлаева перебирается в СКА. Уфинский клуб взял взрослого игрока для КХЛ. А у Александра новое жизненное испытание. 5 сентября в МХЛ дебютировал Николай Лемчугов. Мы продолжаем нашу рубрику о тренере, который покоряет молодежку. Что вы для себя, может быть, переформулировали задачи после того, как поработали? Может быть, как-то стали поспокойнее в плане амбиций? Ну, в плане амбиции 100% спокойнее я не стал, потому что, ну, они должны быть. И, наверное, просто успокоился в плане каких-то ошибок парней, которые, может быть, повторяются. Но я уже не так резко и критично отношусь к этому. Я думаю, что все те парни, которые сейчас есть в заявке у нас в наличии, они прониклись той идеей, которую я им несу, что это не то, чтобы работа, да, и это должно быть стать смыслом их жизни. И у кого-то остался год, и они этот год должны так прожить, чтобы в апреле им не то, что стыдно должно быть, ну, было за него, а они полностью себя отдали и лето насладились тем, чего они достигли. Очень хочется посмотреть, что получится у Николая. Вот, например, Чайка в прошлом сезоне выиграла кубок, и в нынешний чемпионат заходит совершенно другим коллективом. В молодежке по итогам сезона могут поменять половину состава, а в Чайке пришел новый тренерский штаб. Николая Воеводина позвали работать в ВХЛ, и в Нижнем Новгороде решились на эксперимент. Заключается он совсем не в том, о чем вы подумали, глядя на известного комментатора Дмитрия Федорова, который расположился на скамейке. Нет, это часть эксперимента, но не полная. Отчайки не требуют результата. Победы необходимы, но при этом важно показывать хоккей, который бы пришелся по душе публики. Если вы проигрываете, то делайте это хотя бы красиво. Плюс очень важно показывать игру, которая была бы максимально приближена к тому, что показывает торпеда в ВХЛ. Максимум творчества, минимум ненужной прагматичности. Правда, выбор главного тренера не самый очевидный. Алексей Исаков работал с молодежью давным-давно, а последнее время трудился в Заурале из Кургана. Причем эта команда никогда не могла похвастаться веселой игрой. Скорее наоборот. Смотреть за действиями уральцев было трудно. И непонятно, зачем это нужно самому тренеру. Я просто знаю, что тренеры из ВХЛ в МХЛ с неохотой идут. Считают это понижением. Даже если на должность главного тренера. Вы не думали, что это понижение? Ну, я наоборот. Я это рассчитал для себя серьезным шагом вперед, потому что для меня работа в системе торпеды очень почетной оказалась. Я, скажем так, отнесся к ней с шагом вперед. Как шаг вперед для себя. То есть тут важнее, что именно система торпеда, да? А не то, что команда МХЛ. Да, да. Именно система торпеды. Потому что, ну, сами, наверное, все видели в прошлом году, что и Чайка стал чемпионом, и торпеда пошумела. И в сезоне, и в плей-офф неплохо выступила. Поэтому, когда поступило предложение, в принципе, долго не думал. Но, конечно, все внимание приковано к журналисту на скамейке. В какой-то момент Дмитрий Федоров решил развернуть свою карьеру и уйти в глубокий хоккей. Он получил диплом, стажировался и, наконец, дождался шанса из Нижнего Новгорода. Смотреть за этим непривычно. А действующих и бывших хоккеистов, честно говоря, корежат от выбора руководства торпеда. Но Федоров относится к этому спокойно. Я получил исключительно положительные эмоции. У меня были хорошие ожидания. Но можно сказать, что действительность превзошла эти хорошие ожидания. Все восхитительно, замечательно. У меня лично великолепный контакт с рейнерским штабом, с персоналом. Отличные ребята прогрессируют. Все шикарно. Только вот с большинством не идет, за которое вы отвечаете. У вас сведения взяты вот с этого потолка. Но как на такой шаг согласился Исаков? Представляю, что он, наверное, очень сильно переживал из-за того, что одним из помощников будет человек, не имеющий никакого опыта. Я знаю, что вы, те, кто играл в хоккей, да, долгое время в хоккее, с недоверием относитесь к людям, которые пришли с хоккей со стороны. Аналитики, вот у Иронка проблема серьезная в авангарде. На Федорово все не знают, как это эксперимент. Вы действительно согласились сразу же, что вам будет помогать человек, который не тренировал и не играл в хоккей? Ну, для этого была проведена небольшая аналитическая работа. То есть Дмитрий для меня разобрал несколько матчей сборной России, показал, в каком ключе он может работать именно со стороны тактических моментов. Плюс мы с ним пообщались на тему хоккея. То есть для меня, допустим, сразу показалось, что этот человек очень много интересного и лично мне, как тренеру, может дать. То есть вы из того прогрессивного поколения, которое, ну, там, не считают, что не играл в хоккей, не человек? Ну, я, наверное, хотел бы быть из того поколения. Из положительного отмечу, что при Федорове теперь Чайка, одна из немногих команд, где хоккеисты не шарахаются от журналистов, а идут с ними на контакт охотно. Уж Дмитрий объяснит, как важно иметь хорошее отношение с прессой. Потому что мы такие. К нам хорошо, и мы нормально. А если смотришь на журналистов, как на врагов, то они превращаются во врагов. Федорову, расскажи что-нибудь, комментирует твою игру? Бывает такое, что станет с микрофонами, минус 20 комментирует? Думаю, нет, пока еще не было. Ну, в твою работу не это, не вмешивается. Ну, а что ему, какая разница? Что за нападающих, что за братаря? На самом деле, Федорову желаем только успеха. Потому что, как бы ни хотели думать хоккеисты, талантливые люди могут принести их виду спорта многое со стороны. Не такое уж это и сложное дело, команду тренировать. Если вы меня назначите за защитников отвечать, вы ее пропускать будете много? Ну, я вам подскажу. Какой будет «Чайка» в этом году? Обещают, что веселый и интересный. Мне кажется, что для МХЛ это самый правильный подход. Поменялось, скорее, отношение. Тут не кричат на нас. В том году было то, что повышали голос, а в этом году нет. Это очень важное замечание, но на вас повышали голос, вы выиграли кубок. Ну да, я не спорю. Но это с обеих сторон хорошо, что в том году на нас кричали. И, может быть, это как-то придавало больше такого азарта. А в этом году поменяли схему и не кричат. Посмотрим, к чему придет. Но пока хоккеисты что-то совсем расслабленные. Ну, нормально, да? Ты получил лучшему на турнире в Туле. Ну, на первом матче в Туле пропустил 4. Я считаю, что показатель голов – это не определяет лучшего игрока. Вклад в игру определяет лучшего игрока. И, так скажем, когда он помог в нужную ситуацию. Я просто думал, что сейчас, ну, если меньше пяти пропустили, вас хвалят всех. У нас и так уж и хоккей. Сухари-то 4, да? Любая шайба – это уже сухая. Очень необычная команда. И здорово, что она не похожа на других. Ведь приходится ломать этот стереотип. Вот человек в хоккей не играл, а вот здоров таких за людей не считает. Ну, типа, ты кто такой? Вы с этим не сталкивались на протяжении этого времени? Нет. Только положительная реакция. Общался с болельщиками на встрече с командой. Были болельщики. Сталкиваюсь на улице. Все мне говорят исключительно положительные вещи. Ну, и тем, кто негативно относится, я могу сказать, что понимаю их. Действительно, мы живем в эпоху гламура, пиара, когда совершенно случайные люди могут петь, могут снимать кино. Специально для Ильи Жаркова я прогнозирую, что Чайка покинет золотой дивизион. Прощаюсь с вами. Смотрите «Хоккей». Через неделю обсудим главные события. До свидания. Сегодня волновался, но о чем? Нет, кстати. Я волновался, когда вот сел в автобус перед игрой. Все, вышел на раскладку, волнения не было. Даже удивился как-то. Отлично. Ну, первые 14 секунд, 12-14 секунд, это все равно, наверное, не то, да? Ты почувствовал, что вот КХЛ можешь играть? Ну, как я сейчас себя почувствую, нет, но все придет со временем. Я уверен, что у меня получится. Там я не в тебя поздравил, а как ребята вообще отреагировали? Или сейчас после поражения это? Ну, перед игрой подбадривали, там, наставления какие-то давали, все отлично. После игры пока нет. А круг ты сделал, почетно? Нет. Почему? Хотел, не знаю, почему не получилось. Ну, ты чего, ты ради этого вообще дебют был? Я ради этого сейчас не... Ну, не получилось. Ничего страшного, для него же, хотя хотелось.